здравствуйте дорогие друзья я благодарю бога за то что у нас есть бог за то что мы у него тоже есть и он вместе с нами сегодня творит свою волю и так сложилось что господь захотел с человеком иметь отношения он захотел выстраивать отношения на платформе принятия решения свободной воли когда мы можем не только понимать что у нас есть эта воля но также принимать решения с учетом того что господь он царствует и мы можем сказать ему об этом господь я тебя выбираю своим господином и пастырем я уже выбралась тебя когда-то не для того чтобы пройти часть пути а для того чтобы всю жизнь пройти под твоим покровом и в заветных отношениях вот это то что нам важно вспоминать важно утверждать важно говорить духовном мире потому что наше решение о высвобожденной в духовный мир это легальное заявление на которое есть охотники есть желающие его изменить под страхом ли под давлением но тогда когда мы понимаем господь мой пастырь то я хочу принимать решение при его присутствии и при его водительстве и соответственно то что мы с вами прочитывать можем в четвертом стихе уже 22 псалма если я если я то есть человек который имеет своим пастырем господа может проходить разные обстоятельства если я пойду и долиной смертной тени не убоюсь зла то есть обратите внимание господство и пастырство божье она в исполняет нужды но она не дает гарантии что ты или я не будем проходить какие-то трудные места либо даже потери на уровне смерти и поэтому если я пойду и долиной смертной теле тени не убоюсь зла вот есть в чем гарантия что ты не будешь сломлен злом ты не будешь под давлением зла, а ты будешь под покровом севышнего. Если я пойду долиной смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мною. Посмотрите, как это важно осознавать. Когда Иосиф проходил разные обстоятельства в своей жизни, и мы читаем, везде лейтмотивом была одна фраза, и Господь был с Иосифом. И поэтому с нами Господь проходил до этого момента. Неужели он сейчас оставит тебя или меня? Он вел, он формировал, он питал, он взращивал для того, чтобы мы сегодня могли пройти то, где мы оказались. И поэтому, проходя долиной смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Посмотрите, жезл и посох по-разному мог действовать по отношению овец, но в данном случае мы видим, что и то, и другое используется для нашего успокоения, потому что это не коррекция период смертной долины, это не коррекция нас, а это успокоение и вдохновение. И потому Господь желает нас в этом не просто провести через эти состояния и события, а вывести победителями. Поэтому я желаю, друзья, чтобы мы могли понимать Его господство в нашей жизни, как Господь, да, Господство, Его пастырство в нашей жизни. Это как направление, это как управление, и это защита. И Он нас не оставляет в долине смертной тени в одиночестве. Он говорит, я буду с тобой, и мой посох, и мой жезл для того, чтобы тебя успокоить, а не вести в напряжение и какое-то отчаяние. Поэтому я желаю, друзья, чтобы мы понимали, Господь пастырь наш, а значит, долина смертной тени, она не приведет нас в отчаяние и в ужас. Долина смертной тени не выбьет нас из отношений с Богом. Вот за что надо держаться в это время. Не уповать на человека или на людей, а уповать на Господа. Уповать на того, который был, есть и грядет, у которого вся власть во вселенной, и который знает, что жизнь этой жизни в теле не заканчивается, а продолжается сразу после этого. Мы оказываемся в Божьем присутствии. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы можем и это для своей жизни утвердить, что Ты есть начальник нашей жизни, у Тебя власть над мгновениями, над днями, месяцами и годами нашей жизни. Не для того, чтобы мы просто прошли до этого момента, а чтобы мы до конца могли быть с Тобой и до конца быть утвержденными Твоей волей, Твоими планами, Твоими определениями. Мы многое по-человечески изменить не можем, но мы обращаемся к Богу, который держит мир, который управляет всеми процессами. Поэтому, Дух Святой, мы приглашаем Тебя быть руководителем нашей судьбе, чтобы наши жизни, они были под особым вниманием, под особой защитой Творца нашего, Творца неба и земли. Я благодарю Тебя, что Ты знаешь, как Ты это делаешь. Благословляю сейчас Твое присутствие, Твое господство. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok